Новый детский сад в Первокирпичном очень ждали. Это второе дошкольное учреждение в большом развивающемся микрорайоне. Теперь у местных жителей появится возможность водить детей в сад рядом с домом. Двухэтажное здание расположено на краснознаменной 4А. Строительство велось в рамках нацпроекта «Демография». Из федерального и областного бюджетов выделено 125 миллионов рублей. 14 из них на материально-техническое оснащение. Комфорт начинается с порога, точнее с крыльца, у которого есть пандус. Коляску, санки или велосипед можно припарковать в специально отведенном месте, гордо рассказывает заведующий. Необходимые прививки малышам будут делать в медблоке. Он оборудован рециркулирующей лампой и изолятором на случай, если у ребенка поднимется температура. Сейчас это особенно актуально. Место изолятора. Место изолятора здесь. Ребенок можно дождаться. Родители. Групп всего семь. Одна ясельная. В каждой уютные спальны занимательные игровые. Детская мебель выполнена в яркой цветовой гамме. Это третий детский сад, который мы открыли в этом году. Еще четвертый откроем в ближайшее время. Но самое важное, что в следующем 2021 году мы планируем сдать 10 совершенно новых детских садов. И для нас важно, чтобы мы действительно по минимуму тратили бюджетные средства и по максимуму создавали комфортные условия для детей и работников детских садов в тех новых проектах. Пищеблок оснащен современным оборудованием. На кухне в каждой группе есть посудомоечная машина и бойлер. Сейчас лето. Идет отопительный период. Ресурсно-обзающие организации готовят свои тепловые источники и теплосети к отопительному периоду. А это значит, что по графику происходит отключение от горячей воды. И в этой связи многие детские сады у нас становятся заложниками, потому что нет автономных бойлеров, которые позволяют обеспечивать подогрев воды. Вот там, конечно, есть сложности, потому что нужно менять в том числе уже и кабельную проводку. А здесь эти проблемы сразу же исключены. Помещения соответствуют нормам пожарной безопасности. Предусмотрена автоматическая сигнализация с выводом сигнала на пульт управления пожарной охраны, тревожная кнопка, запасные эвакуационные выходы. Анна Рыбина, Андрей Кузьмин, Антенна-7.